Ты из меня сколько крови выпил? Я ж спокойные дни-то на пальцах могу сосчитать. Гдорью, Усвятской, кто через огород шастал? Наталья Тинякова – советская российская актриса, хорошо зарекомендовавшая себя на сцене ряда театров страны. Публика полюбила исполнительницу за яркость и неординарность ее игры, а театральные критики неоднократно отмечали мастерство перевоплощения Тиняковой в разноплановых героинь. Телезрители знают актрису благодаря роли бабы Шура в комедии «Любовь и голуби». Наталья Тинякова родилась в Ленинграде в 1944 году. Мама – латышка по национальности, родом из Латгалии. Семья была далека от искусства. Практически до последних классов школы девушка планировала по настоянию родителей связать жизнь с педагогикой. Будущая звезда сцены не считала себя красавицей и к тому же была слишком стеснительной. Однако после участия в нескольких любительских постановках Наталья окончательно решила стать актрисой и поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кино. Кстати, о том, что дочь учится актерскому мастерству у Бориса Зона знала только мать. От отца информация скрывалась, и он до конца первого курса был уверен, что дочь учится в педагогическом институте. В театральном вузе вместе с Натальей Тиняковой учились многие знаменитые впоследствии артисты, в том числе Виктор Костецкий и Леонид Мозговой. Актриса до сих пор с благодарностью вспоминает своего мастера. По словам исполнительницы, педагог умел увидеть в «Гадком утенке» будущую звезду сцены и кино. Именно Борис Зон предсказал Алисе Фрейндлих, что в будущем она сумеет превратиться в великую актрису. Театр После окончания института Наталья попала в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и один год играла на этой сцене в спектаклях «Дни нашей жизни. Трехгрошовая опера». В 1967 году актриса перешла в Ленинградский большой драматический театр и очень быстро стала ведущей артисткой труппы наравне с Иннокентием Смоктуновским. Тинякова отдала БДТ 12 лет творческой жизни и стала именем нарицательным в стенах этого театра. Затем на ее горизонте были «Сторичный театр имени Моссовета», «МХТ имени Чехова», «Театр имени Вахтангова». За роль Гурмышской в спектакле «Лес» по пьесе Островского Наталья Тинякова была удостойна премии Станиславского. В последние годы актриса вместе с Сергеем Юрским играла на сцене театра Ермоловой в спектакле «Полеты с ангелом Шагал», в котором у нее было сразу несколько ярких ролей. Тинякова всегда была исключительно репертуарной актрисой и категорически отказывалась от антропризных предложений, считая их заведомо коммерческими. Впервые на экране Наталья Тинякова появилась в 1966 году в мелодраме «Старшая сестра», где вместе с Татьяной Дорониной изобразила двух сирот, стремящихся реализовать мечту играть в театре. Сразу после этого в биографической драме «Зеленая карета» она рассказала историю жизни петербургской актрисы Варвары Асенковой. Уже в молодости Наталья поняла, что она прежде всего театральная актриса, и поэтому на съемки в кино соглашалась неохотно. Артистка отказывалась от большого количества предлагаемых сценариев и редко появлялась на телевизионном экране. С ее участием в конце 60-х годов вышли две полнометражные картины. Это военный фильм «Гроза над белой» о победе красноармейцев под предводительством Михаила Фрунзо в «Уфе над белыми». А ты откуда такой взялся? Чего я тебя раньше не видала? Ну ладно, пошли. А вторым фильмом стала киноповесть «Наши знакомые», где Наталья Тинякова появилась в актерском ансамбле вместе с Кириллом Лавровым. Гораздо чаще артистку можно было увидеть в театральных постановках пьес, которые, по сути, являлись теми же спектаклями, только сыгранными перед камерой. Из наиболее знаменитых можно назвать арабскую сказку «Али Баба» и «Сорок разбойников». Самую большую популярность Натальи Тиняковой как киноактрисе принесла роль Бабы Шура в бесхрометной лирической комедии «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. Интересно, что на момент съемок актрисе было только 40 лет, но с помощью грима и долгих репетиций Натальи Тиняковой удалось реалистично изобразить старушку. Манеру речи для этого персонажа Наталья позаимствовала у деревенской жительницы, рядом с домом которой снимала дачу. В середине 80-х годов еще одна работа пополнила фильмографию исполнительницы. Наталья сыграла в детективном сериале «Следствие ведут знатоки», появившись в образе заведующей складом в серии «Пожар». В новом тысячелетии актриса не изменила собственным привычкам и появлялась на телеэкранах только в фильмах-спектаклях, зато в главных ролях. Единственным самостоятельным фильмом, а не съемками театральной постановки, стал мелодраматический мини-сериал «Отцы и дети» экранизация знаменитого романа Ивана Сергеевича Тургенева. В драме актриса исполнила роль матери Базарова. Режиссер Авдотья Смирнова позвала свой фильм не только Тинякову, но и ее мужа Сергея Юрского. «Личная жизнь». Первым мужем Натальи Тиняковой стал сокурсник Лев Додин. Впоследствии знаменитый театральный режиссер, народный артист России. Так как брак долго не просуществовал, детьми супруги обзавестись не успели. Личную жизнь актриса изменила встреча с Сергеем Юрским, который к тому времени уже был кумиром миллионов советских зрительниц. Знакомство с легендой отечественного кино состоялось на съемках телевизионного спектакля «Большая кошачья сказка». Между молодыми людьми вспыхнули чувства, но так как оба были несвободны, серьезных отношений сразу не получилось. Роман завязался только через несколько лет, когда мужчина развелся с актрисой Зинаидой Шарко, а Тинькова ушла от Додина. Свадьбу актеры сыграли 25 апреля 1970 года, и с тех пор пара была неразлучна. Наталья поддержала супругов те годы, когда на него начались гонения в Ленинграде. Артиста объявили диссидентом и не давали работать. Жена Сергея Юрского, ранее носившая девичью фамилию, сменила ее на фамилию мужа и последовала вместе с ним в Москву. В семье родилась дочь Дарья, также ставшая актрисой. Девушка закончила школу-студию МХАТ, и дипломный спектакль играла вместе с мамой. В интервью актриса признавалась, что считает себя человеком с сильным характером, поэтому никогда не успокаивала мужа в трудных ситуациях, а, напротив, настраивала его на дальнейшую борьбу. Порой актрисе самой приходилось проявлять силу воли, выходя на сцену. Однажды дочь Даша попала в серьезное ДТП, с места которого ее увезли в институт Склифосовского. Тинякова в этот вечер играла спектакль, который не отменила, хотя ей это стоило титанических усилий. Одна из знаменательных страниц в истории семьи Юрских – это их совместное выступление на одной сцене в спектакле «После репетиции», который неизменно пользовался популярностью на протяжении нескольких сезонов. Наталья Тинякова – счастливая бабушка. У ее дочери подрастает двое детей – сыновья Георгий и Алишер. 8 февраля 2019 года пресс-центр театра Моссовета сообщил, что народный артист России Сергей Юрский скончался на 1984 году жизни. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность. Сейчас Наталье Максимовне Тиняковой 75 лет. Она продолжает играть в театре и участвовать в культурных событиях. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!